Жители базарного Сызгана попросили посодействовать в установке хоккейной коробки на территории первой школы. Старая деревянная совсем обветшала. А кататься на коньках и играть в хоккей в райцентре любят и дети, и взрослые. Мы, в принципе, эту работу планируем осуществить в этом году, в 2024 году. В рамках проекта благоустройства сельских территорий уже выделено финансирование 2 миллиона 800 тысяч рублей. В июне новенькая коробка будет установлена. Следующий вопрос касался ремонта системы водоотведения в селе Кротовка. Центральной канализации в населенном пункте нет. Как отметил глава города Александр Балдакин, капремонт системы водоотведения должны закончить до конца апреля. Основные магистрали проложены. Осталось только сделать проколы под центральным нашим перекрестком. Федеральная трасса тоже, под федеральной трассой. Долго у нас шли согласования, но мы их согласовали, трубы проложили. Поэтому до конца апреля объект будет завершен, подрядчик меняем, опасений нет. На данный момент работы выполнены на 75%. В Димитровграде ремонтируют дорогу на улице Менделеева. С такой просьбой к губернатору обратились местные жители. В 2024 году мы реализуем ремонт на протяжении всего оставшегося участка. Значит, это будет замена полностью покрытия на протяжении оставшегося участка. То есть контракт в стадии заключения строительно-монтажной работы мы планируем завершить до 1 октября текущего года. В Новый Майне родители учеников школы номер один просят отремонтировать спортивный зал. Учреждения включили в федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. Спортивный зал приведут в современный вид до 1 сентября. А в Барыше в этом году завершат благоустройство сквера Пушкина. В планах установка ограждения, арки лесная, малых архитектурных форм, скамейки и урн. Проект включили в программу формирования комфортной городской среды. Продолжение следует...